Уважаемые коллеги, события последнего времени показали настоятельную необходимость особого внимания подготовки кадров в промышленности для суверенного развития нашего государства. Работу по содействию организациям оборонно-промышленного комплекса мы с вами проводим активно, в том числе в рамках рабочей группы, созданной в соответствии с указом главы государства 29 мая 2023 года номер 390. В августе прошлого года эта тема подготовки кадров была предметом детального обсуждения на совместном заседании рабочей группы и совета ректоров Сибирского федерального округа. Такой достаточно детальный был разговор, где мы с вами болевые точки, процессы болевые потрогали руками. Выработаны были определенные решения, которые абсолютно точно смогли масштабировать положительный опыт работы в ряде регионов. По организациям, выпускающим наиболее востребованную для специальной военной операции продукцию, ведем постоянный мониторинг. Неоднократно заслушивали руководители органов власти и предприятий о мерах, которые они предпринимают для подбора, обучения кадров и имеющихся проблемах, и как их решают на ближайшую и более длинную перспективу. С началом текущего года на предприятиях ОПК округа было принято около 17 тысяч работников, в том числе выпускников средних профессиональных учебных заведений. А всего, коллеги, вот внимание, цифра, за последние два года было принято 81 тысяча сотрудников. Вместе с тем, потребность в кадрах сохраняется, тут динамичная ситуация у нас, и на 80% этой потребности нужны рабочая специальность. На 1 октября текущего года на предприятиях, внесенных в сводный реестр организации ОПК, в округе это у нас 286 предприятий, заявлено свыше 12 тысяч вакансий. Ну так, вот мы вроде бы закрываем их, но цифра, смотрю, по итогам года она только так возрастает у нас. При этом из 45 тысяч выпускников технических специальностей колледжа и техникумов в 2024 году на предприятии ОПК трудоустроено было всего 1122 человека. То есть такая тревожная ситуация. Учитывая, что из числа организаций, непосредственно производящих востребованную оборонную продукцию, большинство находятся в контуре управления госкорпорацией Растер. Поэтому сегодня мы предметно обсудим меры по подготовке рабочих кадров для этой категории предприятий.